Сочи встретил благодатный огонь. Это один из первых городов России, куда прибыл чартерный рейс. В выходные в Сочи выдались горячими. Сгорел чердак хлебокомбината и деревянный дом на Макаренко. В Семеретинской набережной уберут временные сооружения. Она должна остаться зоной отдыха, заявил глава Сочи. Если ты не видишь мяч, это еще не значит, что не можешь играть в футбол. В Сочи проходит чемпионат России по футболу среди незрячих. Православные отметили один из главных христианских праздников – Пасху. Специально к торжественной службе в Краснодар доставили частицу благодатного огня. В аэропорту ее встречали священнослужители и казаки, а в храмах Кубани ждали сотни верующих. Участие в пасхальной службе принял и глава региона Вениамин Кондратьев. Подробнее наши краснодарские коллеги. В Екатеринский кафедральный собор прихожане спешили задолго до начала службы. Самый большой храм Кубани едва смог вместить всех верующих. Люди шли всю ночь. Многие приезжали целыми семьями, чтобы помолиться, прикоснуться к святыне и осветить пасхальные куличи. Для нас это очень великий праздник. Мы хотим, чтобы наши дети прививались к духовной культуре, чтобы передавали своим детям в будущем. И как бы это семейная традиция – ходить на Пасху, в церковь. Мы всегда приходим посвятить пасочки, посвятить яички, яйца и послушать литургию, послушать молитвы, потому что они нас наставляют на путь истины по жизни. С ними легче живется. Мы ежегодно посещаем службы. Это великий праздник. Я бы хотела всех с ним поздравить. Я считаю, что каждый человек верующий должен приходить в церковь. Это прекрасный светлый праздник. Екатеринский собор в ожидании, когда пасхальный свет озарит все вокруг. Спецборд из Иерусалима с капсулой, внутри которой частица благодатного огня, приземлился в аэропорту Краснодара за час до пасхального богослужения. У трапа самолета огонь встречали представители Екатеринодарской и Кубанской епархии. Огонь привезли отец Иоанн Лапко из Свято-Троицкого храма Станицы Динской, настоятель Краснодарского Свято-Покровского храма Протеерей Иоанн Гармаш и настоятель Армянской апостольской церкви Армавира Термакар Тартарян. В зале ожидали атаманы всех районных казачьих обществ. Именно они частичку со святой земли доставили в города и станицы Кубани. Вот это чудо, это подтверждение того, что Христос не только воскрес, но нас не забывает каждый год. Христос воскресе. Мы повезли на воскресе. Из аэропорта лампаду привезли в главный храм Кубани. Свечи от нее здесь первым зажег митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Владыка огонь передал всем прихожанам храма. Его частицу со святой земли уже держат тысячи людей. С ней они идут в крестный ход, чтобы услышать радостное светлое приветствие. Христос воскресе. Ровно в полночь началась пасхальная служба вместе со всеми великий праздник. В храме встречал глава региона Вениамин Кондратьев вместе с супругой, а также атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Светлым крестовым воскресеньем завершился великий пост у православных. И согласно церковным канонам, именно освящение пищи дает благословение на ее принятие. После службы верующие спешили домой за праздничный стол, чтобы поздравить родных и близких со светлой Пасхой. Елена Касабова, День спирец, Алексей Комаров, Валерия Ширкой и Михаил Бойправ, Кубань-24, Краснодар. Сочи – один из первых городов России, куда чартерным рейсом из Тель-Авива привезли частицу благодатного огня. Он сошел в субботу в храме гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь встречали в Сочинском аэропорту. В наш город его доставили в специальных лампадах абхазские паломники. После традиционного молебна от священного огня зажгли свечи, а затем повезли лампаду по всем храмам и церквям курорта, где проходили пасхальные богослужения. Для любого христианина это вообще почетно – получить такую святыню благодатную. И нам вдвойне приятно, что наш город стал одним из первых, куда доставили этот благодатный огонь, эту светлую частичку, свидетельство того, что Христос воскрес. И этой радостью мы делимся сегодня со всеми, кто приходит в храмы. По традиции огонь в храмах поддержат до праздника Святой Троицы, который в этом году будет отмечаться 4 июня. К другим новостям. В Сочи перебоев с хлебом и выпечкой нет. Об этом заявили в городской администрации. В субботу утром на чердаке сочинского хлебокомбината над дрожжевым цехом произошел пожар. Огнем была охвачена площадь в 150 квадратных метров. Жертвы пострадавших нет. При этом, как отметил генеральный директор хлебокомбината Артем Глушенко, выгрузка хлеба и выпечки на предприятии всегда производятся ночью. Поэтому продукция была доставлена в магазины и учреждения курорта в полном объеме. Сейчас работа предприятия восстановлена. Еще один пожар произошел в этот же день на улице Олимпийской. После тушения пожара в деревянном строении было обнаружено сильно обгоревшее тело пожилой женщины без признаков насильственной смерти. По данному факту, следственным отделам по центральному району организовано проведение доследственной проверки. Предположительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. На федеральной трассе в Лазаревском районе в результате ДТП пострадал ребенок. Как сообщает ГИБДД Сочи, 32-летняя гостья города на Форде Фиеста не справилась с управлением. В результате машина въехала в бетонное ограждение. Пострадал 12-летний пассажир, который ехал на заднем сидении. Ребенок был госпитализирован. Водитель не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. В случае врач предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве следственным отделом. Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующего отделением терапии поликлинического отделения 4-й горбольницы. Установлено, что мужчина с марта 2014 года по март 2016 исполнял обязанности главного врача 8-й горбольницы. По версии следствия, в это время он принял на работу двух мужчин на должности врача-терапевта и уборщика. Им выдали банковские карты для перечисления зарплаты. Главврач подписывал табели учета рабочего времени и новым сотрудникам выплачивали деньги. Между тем, эти люди свои должностные обязанности не выполняли. В результате больницы, а также территориальному фонду обязательного медицинского страхования был причинен ущерб более чем на 1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме того, в это же время главврач принял на работу еще двух человек на должности санитарки и уборщика, которые также не трудились, а начисляемую им зарплату получал сам обвиняемый. Уголовное дело направлено в суд. Продолжаем. На ремонт дорог Кубани в этом году краевые власти потратят 23,5 миллиарда рублей. Выделенные деньги должны пойти на те автомагистрали, реконструкция которых сегодня необходима для дальнейшего развития региона, заявил Вениамин Кондратьев. Губернатор осмотрел новое дорожное полотно между станицей Нижегородской и поселком Мезмай в Абширонском районе. Путь в 15 километров выложен свежим асфальтом. Установлены ограждения, выполненные противоползневые работы. Как отметил Вениамин Кондратьев, главное, чтобы затраченные силы и средства были оправданы. Что на том конце дороги? Если на том конце дороги не будет туристического кластера, не будет хороших отелей, не будет мест для размещения отдыхающих, тогда коллегия дорога будет никуда. Это не может быть дорога к даче. Людей, которые себе могут их позволить. Все должно быть в комплексе. Дорога делается для того, чтобы здесь курортная жизнь началась, чтобы заработала курортная составляющая, ключевая составляющая. После осмотра новой магистрали в Абширонском районе Вениамин Кондратьев собрал совещание, на котором обсудили развитие автодорожной инфраструктуры края. Сооружения, которые возводились к активному летнему сезону вблизи моря, будут в срочном порядке снесены. Такое распоряжение дал глава города Анатолий Пахомов во время обхода Эмеретинской набережной. Подробнее Елена Всецына. Эмеретинская набережная – популярное место для туристов даже в утренние часы. Солнце и море привлекают сюда и любители активного отдыха. Они бегают, другие берут в прокат велосипеды и катаются вдоль моря. Третьи уже спешат получить пусть и апрельский, но все же южный загар. И вот чем мы здесь, на набережной, можем удивить гостей курорта. Обращается с этим вопросом глава города к своим подчиненным. Зеленые зоны хоть и находятся в чистоте, но нет цветочного лоска. Нет гармонии на протяжении всей набережной, нет единого зеленого облика. А там, где было дано задание еще в декабре подсадить сосны, ничего не сделано. Сухое, да? Тоже это нормально? Нет? Ну так, это ж везде, везде не ухоженность. Замечание к брусчатке, которая в некоторых местах ходит ходуном и к непокрашенным пока еще ограждениям и световым мачтам. Когда мы красить будем это? Но самая главная проблема – это сооружение временных объектов. Их на набережной немало. Хотя предупреждение о том, что здесь ничего строить нельзя, владельцы или арендаторы участков получали. Кто-то уже сооружает настилы, кто-то каркасы под павильоны, в надежде, что и в этом сезоне им удастся подзаработать. Но решение принято твердое. Здесь должны быть детские и спортивные площадки. Торговли в виде неказистых ларьков больше у моря не будет. Страна заложила огромные деньги, чтобы этот уголок нашего города был прекрасным. И, конечно, никто его не позволит каким-то образом испортить. Я на нескольких территориях сделал огромное замечание. Кроме того, дал поручение сейчас и своему заместителю ЕСИКУ и начальнику управления земельного контроля о том, чтобы немедленно были снесены те объекты, навесы, которые уродуют облик набережной. Анатолий Пахомов обозначил конкретные сроки. Если одним достаточно снести сооружение за сутки, другим необходимо чуть больше трех дней. Но в любом случае, к 1 мая все замечания будут учтены, и Эмеретинская набережная должна выглядеть иначе, чем сейчас. Десятки могил Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны приведены в порядок членами Молодежного совета при главе города Сочи. Уборка мест захоронений состоялась на центральном кладбище курорта. На этом по гостю более 90 тысяч захоронений. Из них 30 могил Героев Советского Союза. А вот участников войны, то есть людей у достойных наград, порядка 75. Цифра эта приблизительная, их может быть и еще больше. Но пока это вся информация, которую смогли раздобыть сотрудники администрации центрального кладбища. Места захоронений Героев отмечены на специальной карте, с помощью которой молодежный десант и нашел заброшенные могилы. Подобные акции уже проводились и различными активистами, и молодой гвардии. Но по какой-то причине 42 могилы именно Героев Советского Союза остались без присмотра. Это мероприятие, оно напрямую пропитно патриотизмом. Мы все о нем очень много говорим. А это тот момент, когда можно прийти и на деле доказать. Долго собирать членов молодежного совета не пришлось. Ребята откликнулись сразу, подключились к активистам и просто неравнодушные сочинские школьники со студентами. Вот так неожиданно для самих организаторов акции в субботнее утро на кладбище собралось несколько десятков человек. Задачи ребята справились быстро, хоть и работы оказалось немало. К некоторым могилам вообще было не подступиться. А судя по тому, что к большинству могил заросла не только тропа, но и калитка, родственников у этих героев уж точно не осталось. Теперь шество над ними взял молодежный совет при главе города Сочи и все единороссы курорта. Здесь у нас участник войны, Володарский, получил тяжелое ранение в ногу и имеет даже медаль за отвагу. Вот, расчищаем. Я думаю, это заметят наши последователи и также будут принимать участие в данных акциях. Раскопав из-под травы фамилии героев и участников Великой Отечественной, ребята не просто навели порядок на кладбище, но и почтили память тех, кто боролся за их мирное существование. Сделать еще больше можно и 22 апреля. Накануне родительского дня в городе объявлен общегородской субботник. Особое детство для особенных детей. Семейно-досуговый центр, который располагается в микрорайоне Макаренко, накануне Пасхи организовал своим воспитанникам праздник. Игры, мастер-классы и, конечно, подарки. Кто пришел поздравить ребят в этот день, расскажем далее. У воспитанников семейно-досугового центра особое детство. Здесь они через игру познают мир, обретают друзей, даже осваивают профессию. Вовлечены в процессы их родители. Вот Анна Аполлонская и ее 8-летний сын Андрей вместе перебирают фасоль. Полезна и для развития мелкой моторики и укрепления родственных связей. Тут, я не знаю, какая-то такая энергия, что он сюда бежит и уходить не хочет. То есть, как бы, ну, ему нравится здесь. С ребятами здесь занимаются специалисты. Помогают и волонтеры в гостях. У воспитанников семейно-досугового центра на этот раз представители департамента физкультуры и спорта администрации Сочи. Они принесли детям подарки и даже организовали мини-турнир по настольному теннису. Хорошие детки, которые с понимающими и искренними глазками смотрят на вас. И приятность им помочь, подсказать, поделиться каким-то своим опытом. И просто поучаствовать с ними в таких маленьких даже турнирчиках. Появление этого центра стало возможно благодаря администрации Сочи городскому собранию. Власти предоставили в безвозмездное пользование помещение в микрорайоне Макаренко. Помогли с ремонта, выделили субсидии на приобретение дорогостоящего оборудования. Канун праздника нам депутат Тазлян Арминакович оплатил. И мы оборудуем именно в этой комнате вот такую металлическую конструкцию с подвесными элементами для занятий с нашими детьми. Это аналогия веревочного парка. Центр развивается, а вместе с ним и дети. Здесь не делят на здоровых и больных. Каждый ребенок особенный и каждому специалисты стараются обеспечить особое, главное, счастливое детство. Гелена Овсецина, телекомпания ФКТ. Центр оказания услуг Сочи-Водоканала принял сто тысячного посетителя. Он был определен системой электронной очереди. Для самого клиента, ресурсоснабжающей организации, это стало приятной неожиданностью. 15 июня прошлого года рядом с центральным офисом Сочи-Водоканала открылся Центр оказания услуг. 12 специалистов одновременно здесь ведут прием. Действует электронная очередь, ускорилась и процедура оформления документов. Абонентам стало проще и комфортнее работать с Водоканалом. Многие не забывают оценить работу специалистов подразделения с помощью электронной системы голосования. Причем большинство участников ставят высокий балл. Это высокие показатели, 97% отличных оценок. Собственно, говорит о том, что наши сотрудники относятся к своим обязанностям на высоком профессиональном уровне. И тем самым позволяют ежедневно обслуживать порядка 500 посетителей. Ну и, собственно, вот то корректное отношение, общение с абонентом, с клиентом дает вот такие высокие оценки. К клиентам, в свою очередь, здесь особое отношение. Ежегодно Сочи Водоканал выбирает лучшего плательщика года и премирует его. А сегодня с помощью системы электронной очереди определили и 100-тысячного посетителя организации. Придя переоформить лицевой счет, Ирина Трана стала обладателем премии в размере 5000 рублей, которые будут зачислены на счет оплаты оказания услуг Водоканала. Вручили 100-тысячному посетителю и поздравительную грамоту. Очень неожиданно. Я даже не поверила. Я думала, что со мной такого счастья не произойдет. И вот как раз вызывает мой номер. И так получилось, что я получила такой большой бонус от вас и очень довольна. Грамотами за успешную работу были отмечены и сотрудники центра. Между тем, на достигнутом здесь останавливаться не собираются. Уже на 28 апреля запланировано открытие подразделения Центра оказания услуг в поселке Лазаревское. А в июне такой же Центр появится в Адлере. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Музыка под открытым небом. В Сочи стартует летний цикл променад концертов. Традиционные курортные субботы откроются в мае и продлятся до конца сентября. Арсисты и творческие коллективы Сочинского филармонического объединения будут выступать каждую неделю на площади музыки перед органным залом в открытом фае Зимнего театра на площадях у Центрального универмага Южного мола и также у фонтана в парке Ривьера с 18 до 19 часов. Посетить променад концерты под открытым небом можно бесплатно. Сочи снова стал съемочной площадкой для российских знаменитостей. Известная телеведущая из недавних пор певица Ольга Бузова сняла в городе-курорте клип на свой очередной трек. Премьера видеоклипа на песню «Люди не верили» состоялась в сети сегодня. На кадрах можно заметить сразу несколько узнаваемых мест курорта, в их числе храм святого князя Владимира, центральная набережная с сочинским маяком. Большая часть клипа снималась в Новолищенском ущелье. Как написала певица в своем инстаграм, вода в реке была не просто холодной, а ледяной. Ей сводила ноги, но красивый кадр того стоил и добавила – хочется как-нибудь сюда приехать, просто отдохнуть. На курорте проходит чемпионат России по футболу среди незрячих спортсменов. Сегодня второй игровой день. В Сочи на главный турнир страны прибыли 8 команд из разных регионов нашей страны. Каковы особенности такого футбола в темноте, расскажет Ольга Десятого. Глядя со стороны на уверенную игру футболистов, сложно представить, что все они незрячие. Лишь некоторые различают тени и силуэты. Они играют с заклеенными глазами. И абсолютно все в специальной повязке, чтобы уравнять шансы. И это не единственная особенность паралимпийского футбола. Внутри мяча трещотка, а так футболисты могут слышать мяч и ориентироваться на поле. Их глаза – это тренер, который дает подсказки у кромки, и ассистент за воротами. Единственный зрячий игрок на поле – это вратарь. Но и ему непросто отражать прицельные удары футболистов. Этот мяч от Ставропольцев влетел в ворота команды Краснодарского края. Хозяев чемпионата России по футболу среди слепых, который в эти дни проходит в Сочи. Всего на турнир приехало 8 команд. Тула, Москва, Ингушетия, Йошкар-Ала, Нижний Новгород. Это очень хорошее представительство. Должны были, конечно, 10 приехать, но в некоторых регионах средств не хватает. У нас здесь Нижний Новгород, наверное, приехал за свои средства. Но, несмотря на финансовые трудности, футбол слепых активно развивается в нашей стране. Для слабовидящих и слепых – это очень хороший вид спорта. Они развиваются физически и морально. В командах играют не только молодые игроки. Василию Казьмину 52. На Кубань он приехал с Алтая. Слепой с детства, там он много лет тренировал таких же, как и сам ребят. Теперь решил попробовать себя в роли полевого игрока. Играть всегда сложнее. Тренеру больше нервов сгорает. Здесь больше здоровья, чуть сгорает. Но нормально. Тренеру тоже сложно. У каждого своя специализация. И каждый, если на ней отдаваться нормально, то будет хорошо. На чемпионате России в Сочи команды будут бороться не только за медали соревнований, но и за попадание в сборную страны, в том числе для участия в чемпионате Европы, который пройдет в августе. Кстати, два года назад на этом турнире наши слепые спортсмены заняли второе место. Открытый Кубок Сочи по армрестлингу собрал сотню сочинских спортсменов. Победа на городских соревнованиях гарантирует путевку на чемпионат Краснодарского края. Слово Татьяне Говорковой. Кубок открытый, поэтому среди участников соревнований не только школьники, которые занимаются этим видом спорта в общеобразовательных учреждениях, но и взрослые любители армспорта. Если для последних это возможность побороться с представителями своей весовой категории, то для первых весенний турнир отборочные сильнейшие поедут завоевывать медали в столицу края. Сочинец Георгий Пеглеванян на этих соревнованиях уже просто зритель и болельщик. Десятикратный чемпион Краснодарского края достиг звания мастера спорта. А вот Рамазан Измаилов – призер первенства России и чемпион города Сочи. Только на пути к высокому званию. В школе боролся, и у меня получалось выигрывать. Я в пятом классе, в шестом выигрывал, девятый, десятый, одиннадцатый класс. Сейчас приехал на соревнования тоже выиграть, чтобы отобраться на чемпионат края. В августе планирую поехать на первенство Европы. В итоге свою путевку на чемпионат края Рамазан заработал. Юноша стал победителем открытого кубка города. В целом же армспортом в Сочи занимается порядка двухсот школьников. А популярным этот вид спорта становится благодаря известному сочинцу Алексею Воеводия, отмечают в департаменте физкультуры. Те дети, которые записываются сейчас в секцию, в основном они приходят из-за того, что они знают, кто он и чего он добился. То есть для них это большой плюс. Тем более он сочинский спортсмен, учился в сочинской школе. Ну и вот как для детей это огромный стимул. Выражение «слабая половина человечества» – это точно не про них. Участницы соревнований по армрестлингу готовы это доказать и справа, и слева. Среди сильнейших и пятиклассница Вика. У школьницы есть все данные, чтобы серьезно заниматься силовым видом спорта. Вот и на этом турнире Вика Брелидзе стала серебряным призером. В секцию она пришла только потому, что учится в школе, в Босникум которой является трехкратный чемпион мира по армрестлингу Алексея Воевода. Он же учился во второй школе, и постоянно о нем рассказывают в моей школе. Ну и захотелось тоже пойти на этот спорт. Желательно, хотелось бы стать там чемпионкой какой-нибудь, чтобы обо мне все знали. Хороший спорт очень. Приходите все на этот спорт. В Сочи за год проходят три турнира по армрестлингу. Следующие летом и осенью. В октябре руки скрестят сильнейшие армрестлеры курорта. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И в завершение информации от партнеров программы. Стоматология Скаковски работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм. Оказывает все виды стоматологических услуг. Все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Продолжение следует...